Добрый день, уважаемые абитуриенты и их родители. Я, Вадим Клицин, Сергей Александрович, доцент психологии и добытки информационного права. И сегодня мы с вами поговорим о роли психолога в современном мире. Слово «психология» состоит у нас из двух слов – «психа» и «логус», «душа» и «наука». Иногда психолога называют лекарь души. Как сказала Бенгаус, история у психологии «Обширное прошлое» и «Коробка истоки». Психология зародилась у нас в Древней Греции. Ею занимались такие философы, как Аристотель, Сократ, Платон, Гиппократ. Она развивалась на протяжении всей эволюции человека. Сегодня технологии усложняются, образование усложняется. Применяются современные технологии, как мы видим. Нас окружают компьютеры, планшеты. Мы постоянно пользуемся интернетом. И роль психолога в этом современном мире вырастает многократно. Роль психолога будет возрастать от года к году. Нагрузки. Увеличивается количество контактов. Увеличивается нагрузка на психику. Усложняется образование в современном мире. И во всем этом человеку в современном обществе должен помогать психолог. Психология, как наука, выделилась из философии в 1879 году. Вунд создал первую лабораторию эксперимента. С этого дня считается, что психология выделилась в отдельную лабораторию. Значит, кто такой психолог? Психолог. Специалист в области психологии. Занимающийся научным изучением психики человека. Большинство абитуриентов сегодня, как представляет себе психолог? Это человек, который сидит в кабинете, принимает посетителей, которые потоком идут один за один. На самом деле, в современном мире роль психолога гораздо шире, чем мы представляем из кинофильмов и книг. Чем же занимается психолог сегодня? Давайте мы несколько перечислим. Социальная организация. Это может быть детские дома, приюты, дома престарелых. И психолог работает как с детьми и пожилыми людьми, так и с персоналом, оптимизируя его деятельность. Образовательные учреждения. Сегодня образовательные учреждения достаточно технологичны. Там работают высококвалифицированные специалисты. Необходимо с ними вести какую-то работу по оптимизации деятельности. Необходимо адаптировать их к современным технологическим условиям. Необходимо работать с детьми. Это может быть диагностика, психокоррекция, психоконсультирование и так далее. Учреждения по подбору и оценке кадров. Технологии у нас сложные. Подготовить человека сегодня сложно. Необходимо подобрать человека, чтобы он соответствовал тем требованиям, которые сегодня существуют на организациях. Поэтому есть специальные психологи, которые занимаются и работают в кадровых агентствах, центрах занятости, центрах профориентации. В медицинских учреждениях работают клинические психологи. Это адаптация людей. Они работают в больницах, в поликлиниках, в онкологических и реабилитационных центрах. Также психолог может работать. Психоконсультирование, психоконсультативная служба. Предприятия и фирмы. Сегодня фирмы и предприятия достаточно крупные. Там работает большое количество человек. И в каждом крупном предприятии необходим психолог. Он работает как с руководством, как с персоналом. Также сегодня психолог участвует в разработке высокотехнологичных устройств. Это могут быть какие-то сложные станки. Это может быть какое-то сложное техническое устройство. Автомобиль, самолет. Другое техническое устройство. Это может быть компьютер, интерфейс, помощь в разработке интерфейса, чтобы он был более удобным и для пользователей. Также психолог может работать в службах спасения и МЧС. Работа как с персоналом, так и с людьми, которые попали в сложную ситуацию. Также телефоны доверия, которые сегодня существуют у нас. И человек может обратиться, если у него существует какая-то проблема. Психолог сегодня может заниматься предпринимательской деятельностью. К сожалению, в нашей стране это не так распространено, как на Западе, в Европе и в США. Еще чем может заниматься психолог? Это не этими сферами деятельности занимаются практически психологи. Но границы психологии настолько обширны, что можно заниматься еще и наукой психологии. И открывать новые грани, неизведанные до нас. Еще одна сфера деятельности, где психолог может себя реализовывать. Чем отличается психолог от психиатра и психотерапевта? Еще одно заблуждение, которое существует в современном обществе. Иногда путают этих людей. Кинофильмы, книги не дают четкого определения. И люди в основном смешивают все эти три понятия в одном. Давайте разберемся. Важно понять, что психолог, в отличие от психиатра и особенно психотерапевта, не имеет медицинского образования. И работает только с психически здоровыми людьми. Проводя профилактику и оказывая помощь в решении психологических проблем. Кто такой психотерапевт? Психотерапевт это врач. Человек, который получил высшее медицинское образование и прошел специализацию по психотерапии. Практикующий психолог не является врачом. Следовательно, он не может выписывать вам медикаменты и лекарства. Если у вас какая-то клиническая депрессия, он не может выписать вам антидепрессант. Также не может выписать вам успокоительное, если у вас панические атаки или флотерапии какие-то. Кто такой психиатр? Это тоже врач. Однако врач, который работает с более серьезными душевными состояниями. В отличие от психотерапевта и психиатра, психолог это не врач, но специалист, который может научить находить выходы из кризисных ситуаций. Поверить в свои силы, найти внутренние резервы, выйти из депрессии. Причины обращения к психологу в современном мире, какие могут быть, назовем, давайте не несколько. Неудовлетворение собой, депрессия, отсутствие взаимопонимания с близкими людьми, расставание и развод, конфликтная ситуация на работе. Психолог может разобраться в плюсах и минусах того или иного вашего выбора. Ответить на многие вопросы. Какие это могут быть вопросы? Как обрести уверенность в себе? Как вести себя в той или иной ситуации? Как найти общий язык с близким человеком? Как преодолеть подавленное настроение? Образование психолога. Современный психолог. Психология у нас стала популярна примерно более 20 лет назад, с конца 90-х годов. Значит, большинство книг на тот момент было в переводе. Сегодня много литературы, которую вы читаете в интернете, в журналах, в кино смотрите, в книгах читаете. Психология стала очень популярна. Психологи присутствуют вокруг нас практически везде. Зачем идут психологи? Значит, зачем студенты идут психологи? Есть несколько мотиваций. Если опрашивать студентов на первом курсе, то они могут ответить следующим образом. Значит, хочу разобраться в людях. Хочу научиться влиять на людей. Хочу лучше понимать себя. Еще некоторые студенты называют такую причину, как хочу помочь людям. Значит, в чем особенность подготовки психолога? Психология очень интересная и сложная профессия. Психология находится на стыке двух сфер науки. Это гуманитарная и естественная. Сложная, интересная профессия, которую вы осваиваете в течение более четырех лет. Значит, на первых двух курсах вы сегодня изучаете в основном теоретические знания. На втором курсе начинаете учиться применять эти теоретические знания на практике. Третий, четвертый курс вы изучаете спецпредметы и пытаетесь применить их в практике, потому что современный психолог – это не только знания, которые вы прочитаете, но и умение использовать эти знания на практике. Давайте разберем ряд мифов, существующих в нашем современном обществе. Первый миф – психолог так или иначе имеет дело с ненормальными людьми. Нормальный здоровый человек психологу не поймёт. Существует достаточно устойчивый миф, который очень часто транслируется. Значит, психолог не работает с психически больными людьми. С психическими больными людьми, как мы уже говорили, работает психиатр или психотерапик. Психолог работает только со здоровыми людьми. Следующий миф. Психоаналитик и психолог – это одно и то же. Тоже очень популярный миф на сегодняшний день. Психоанализ – это всего лишь одно из направлений, которые изучает психолог при подготовке в грузии. Он должен освоить несколько таких направлений. Это может быть психоанализ, теория объектных отношений, гештальтерапия, телесно-ориентированная терапия, психодрама, НЛП, бихевиоризм, транзактный анализ. Следующий миф. Задача психолога – как можно быстрее разобраться в проблеме клиента, дать верный совет, а для этого, конечно, он должен обладать большим жизненным опытом. Давать советы – это вообще не работа психолога. Психолог должен помочь клиенту разобраться и выявить его проблему, и помочь клиенту найти способы решения этой проблемы. Если клиент перекладывает ответственность на психолога в решении его проблем, он безответственно относится к себе. То есть он продолжает вести безответственный образ жизни. Задача психолога – научить клиента самому принимать решения и делать выбор. Следующий миф. У психолога не должно быть проблем, иначе какой же он психолог и как может помогать другим людям? Психолог – это не Бог. У него могут быть какие-то проблемы. Психолог – профессионал, и он должен понимать, какие проблемы мешают его работе с клиентом. Если такие проблемы существуют, он должен вовремя обратиться к своим коллегам-специалистам и провести психотерапию. Следующий миф. Хороший психолог после недолгого общения составит психологический портрет собеседника. Задача психолога – не разобраться в жизни клиента, а помочь ему самому разобраться в своей жизни. Поэтому у него просто нет такой задачи дать какой-то тип личности клиента. Наоборот, если психолог каким-то образом начинает классифицировать клиента, это, скорее всего, говорит о том, что психолог недостаточно квалифицирован. Следующий миф. Каждый человек – психолог. Только у некоторых есть диктон, а у некоторых нет. Конечно, любое общение – это уже какое-то психологическое воздействие на человека. И разговор с другом, его поддержка, конечно, облегчит каким-то образом психологическое состояние. Но это состояние будет длиться недолго. И, скорее всего, человек вернется в свое состояние до разговора. Отличие психолога от просто разговора с другом заключается в том, что психолог понимает глубину проблем у человека, разбирается в истоках этой проблемы, контролирует этот процесс и помогает клиенту решить эту проблему. Следующий миф. Психолог видит людей насквозь или обладает сверхспособностями. Еще один очень популярный миф, который нам привели кинофильмы и книги. Значит, психолог не может предсказывать будущее. Он скорее прогнозирует с определенной долей вероятности, опираясь на то, какими личностными особенностями обладает человек, что у него может произойти. Психолог не мудрец, не гуру, знающий все обо всем на свете. Он не является ясновидящим и экстрасенсом. Такие сверхспособности ясновидения, открытия третьего глаза, управления энергией космоса не являются научными дисциплинами и, конечно, не преподаются психологом в вузе. Сверхспособности психолога – это опора на научные знания, которые он получает в процессе обучения. Следующий миф. Психологов стоит опасаться, потому что они могут что-нибудь внушить человеку без его ведома. В современном мире действительно существует такой миф, который также пришел к нам из кинофильмов, что психолог может каким-то образом воздействовать на человека и внушить нужную психологу информацию. Это не совсем так. Психолог не может работать с клиентом, если клиент не осознает, что с ним происходит. Даже такие технологии, как гипноз и внушение, не будут эффективно работать, если человек не понимает, что с ним происходит и как и будет происходить его лечение. На этом мы давайте закончим. Как вы уже поняли с сегодняшнего нашего разговора, психолог – многогранная профессия, очень интересная, и ее стоит изучать. Продолжение следует...